приветствую дамы и господа видео называется коллекционные рабочие камни что значит коллекционные эти камни по-любому украсят любую коллекцию просто вот любую коллекцию кто бы не занимался коллекцией точильных камней они их украсят однако моя заточка и вот как бы мой канал мое мышление это то что камень должен быть рабочий поэтому в первую очередь я камни отношу к рабочему инструменту которым и приятно и удобно и комфортно работать однако благодаря каким-то своим нюансам естественно эти камни можно относить к коллекционным это видео не как это называется это видео напоминалка почему-то так получается что вот когда бывает мне пишут просто типа у вас есть ваше то то у меня вон видео 48 ваше было я их показывал 1 от от мало довели плюс они по приезжают они постоянно выезжают заезжают и так далее поэтому данное видео это просто видео напоминалка о том что а у меня он скапливаются камни и они почему-то у меня они не у вас они у меня и так давайте начнем с американцев ваш это номер один очень тонкая стеклянная просвечивающая практически это чуть ли не грубо говоря это такой себе посмотрите на этот отблеск если вы его не зафокусируешься и он зеркало это чуть ли не вошитный транс так называемый таких камней несколько штук есть причем у меня следующая ваш это я покажу она еще более тонкая чем это еще но у нее вид не 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 это и она они она тоже с биркой короче ваш это номер ван до нортоновская нуля че также номер один с бирочкой со всеми делами также номер ван лили лили практически не затаскиваю потому что они во первых практически не появляются с бирками если мы говорим именно о лилях с бирками потому что били ну лили лили во вторых что-то они так взлетели что просто их тащить ну это прям вот я не знаю это даже как-то некрасиво дальше ваш это очень интересная вот ваш это значит трехъярусный короб здесь карборундум именно обдирочный такой чем слоя достаточно чтобы подрать чистенько все сделано все с фазочками и второй ярус этого шитина и вот этого шита вот этого шита посмотрите какая она страшненькая казалось бы она тоньше чем вот так вот несмотря на то что она страшненькая ну во первых это нортоновская вашита здесь где то есть остатки вот они остатки сейчас мы зафокусируемся вот видите батареечка нортоновская vb8 вашитка сюда нортоновская вашита 50-х годов значит вот этот слой несмотря на вот его как бы трещиноватость я вот буквально пару видео назад показывал хардык да какие то же самое с вашитами так вот вот эти все трещинки вот и они просто добавляют скорости камень доведенный я его спокойно абсолютно довел и абсолютно эти трещины ни на что не влияют заточки у грамотных пользователей ваш это практически просвечивается вот ну вы видите даже вы по отблеску наверное видите что вот она она прям вся светящиеся очень крутая ваш это это ваш это очень круто и такой слой вот мне попался и еще одному товарищу этих же годов выпуска вот такая ваш это попалась перед самый быстрый камень который у меня только был этого шита может конкурировать с турецким масляным камнем чем стоит она на самом деле дешевле не несколько чем турецкий масляный камень однако вошитники например считают что этого шита типа фу какой-то говно вообще страшно в руки взять а вот турецкий масляный камень который весь вообще порванный весь ну это все нормально поэтому это больше будет адресовано именно к любителям турков нежели к любителям вашит потому что любители ваших судя по всему не оценят офигенный камень просто офигенный камень вообще непонятно почему он до сих пор лежит но нет непонятно потому что сказать скорее всего в общем-то львиная доля покупателя это именно новички они все-таки боятся этого вот но факт остается фактом так вашита просто старая древняя вашита вот уровня лили вайт без каких-то этих чем в чем ее фишка вот посмотрите просто посмотрите на размер вот стандартные 8 дюймов вошита номер один посмотрите на размер на толщину чем здесь 27 миллиметров по моему здесь за тридцатку огромный 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 лапоть вошитный вот причем еще и в коробе и хорошо сохранившимся то есть этим коробом практически не работали вот это вошита здесь вот это вошита значит здесь живет короб из красного дерева какого-то короче говоря вот она вот тут у вошита кстати даже есть видите какие-то такие красные такие слушает разводы красные офигенно вошита уровня розе red да в красном коробе ну и вошита черт знает какого 19 века причем раннего 19 века или среднего 19 века и еще надо просто всунуть как-то так же здесь не вот так это все вот так это все живет и возможно когда-нибудь будет закрываться офигенный камень так что еще показать покажу-ка я до продолжаем по американцам покажу-ка я черные трансы черный транс ранний карьер смит продавец и джо короче говоря черный транс называли они просто блэком черный транс идеальнейший офигенный вообще шикарный черный транс причем я здесь сделал одну фаску для правки как на мусате здесь проходит жилка вот такая вот вот она но она не цепляет не задирает ничего но она есть будете знать толстенный 20 ну в смысле 25 миллиметров толстенный черный транс транс 6 дюймовый классный далее нортоновский черный транс на этом наверное закончим но это далеко не все что у меня есть это я просто вот показываю именно коллекционные такие образцы нортоновская комбинашка fine india и черный транс хип 27 редкий выпуск редкий тот самый 7 дюймов камень все доведено все с фасками бомба бомба к британцам пойдем по европейцам шоу нас коллекционного есть по европейцев помимо не коллекционного она есть сейчас покажу забыл забыл котик есть котик слой твердый вот этот вот чисто доводы посмотри зеркало чисто доводочник почему он сросшийся почему он до сих пор у меня лежит это же любителям котиков это просто просто находка это вообще это же вы видите это бесформенный это черт знает какой век еще один сросшийся слоя много 8 на 2 дюйма 8 на 2 дюйма котик огонь такой грубовастенький он на самом деле там по себе котик вот этот тонкий а этот грубовастенький посмотреть этот очень тонкий а это такой грубовастенький цепляющий видите вот тут даже вот эти вот цяточки вот это зернышки такие как кратеры вот еще ближе пробуем поймать в макро не переходить камеру вот это вот дерет а эти видите вот такой вот доводочник огонь котики я чувствую я с ними и помру с этими котиками почему они почему ладно пойдем по европейцам едва лина едва лина полосатенькая мягенькая красивая 9 дюймов едва лина огромная огромная без трещин без рва насти без ничего сейчас мы достанем и обе стороны вменяем и эту сторону эту сторону я грубо сделал потому что опять таки кому надо будет работать значит доведет себе под задачи не эта сторона готова бомба бомба так как ты лежал вот так ты лежал дальше 7 дюймовый blue green и шарек стандарт 7 на полтора дюйма доводи бритву бери работой готовый вариант был 10 дюймовый 10 дюймовый очередь стала 7 дюймовый в больше чем в три раза короче практически дешевле лежит с европейцами закончили японцы желтый подогнал специально загнал в этот самый потому что тут видите его порвало в этот в полимер очень быстро работает бомба на бритве работает бомба на ножах работает бомба на всем работает бомба твердость в районе где-то четверочки ход просто просто вертолет единственное что вот эта пятка она мне показалось что она не зацепливает но все равно с ней надо быть более аккуратным либо возьмите там и чуть-чуть что-то выколупаете либо еще что я по крайней мере на этих на этом япнате затачивал она мне не никоим образом не помешало все но и она же выйдет вы будете со временем работать она вы камень доведенный огонь дальше вот это вот счастье от макса которая я надеялся что она будет грубым а она оказалась тонким тупо ну тупо ну тупо тупо эшерина только японская отклик эшерный работа эшерная скорость японская быстрый тоже где-то в районе 4 четверки толщина быстрый тонкий бриться после него вот и все просто просто великолепный великолепная вообще каменюка не без трещин правильных форм правильных этот ценник вообще смешной для как для этих форм и для этих этих ну смешной сути макс продает вот такой вот на ладонничек на нем значит написано типа марука твердая и 5 с плюсом какая-то гадость дороже чем чем вот этот лапоть восьмидюймовый все я уже нету этот какое впечатление что вот вот правда чем если вы думаете что это так нет камень от макс если вы думаете что это я пошел там в этот в эпицентр ну в строймах где-то купил ну просто бомба однороднейший вообще ход шикарнейший мне не подходит мне надо грубее так ну потому что тонкий у меня есть я я его показывал все это я к чему вот я собственно опять таки видео напоминалка ку-ку ребята ходите за камнями зайдите ко мне в личные сообщения фейсбука давайте пообщаемся пока пока а а